Чем полить траву, чтобы она не росла? Те, кто занимаются дачными хлопотами, уже давно подметили, как активно развиваются сорняки на участке даже в отсутствии подходящих для этого условий. Стоит немного расслабиться и плантации затянет зеленым «мусором». О том, как бороться с проблемой, чем полить траву, чтобы она не росла, стоит поговорить. Способы борьбы с растительностью. Чтобы не предпринимали дачники, вырастать трава будет постоянно. Но, приложив максимум усилий, применяя комплекс средств, нашествие сорняков можно снизить к минимуму. Бурьяны настолько живучи, что нельзя их игнорировать Обратите внимание. Бурьяны настолько живучи, что нельзя их игнорировать. Стоит пропустить одно растение, и дачный надел через месяц начнет зеленить десятком особей ненужной травы. Механический способ вручную чистить от сорняков участок можно, если надел небольшой. Есть несколько вариантов механической борьбы с травой, выбор зависит от запущенности территории и периода развития культурных растений. С загущенностью участка многие стараются бороться с помощью козьбы. Метод этот помогает устранить только надземную часть растений. Корень остается невредимым и продолжает развиваться, давая больше стеблей. Ручное выдергивание не всегда результативно, у некоторых сорняков крепкая корневая система, поэтому не каждый дачник сможет совладать с большим растением. Пощипать травку руками можно вдоль рядков на грядках и в ягоднике, если площадь плантации небольшая, прополка тяпками до сих пор остается обязательным элементом агротехники, но эффективна она только на оккультуренном участке, и не дает нужного результата на заросшей бурьяном территории, если регулярно рыхлить почву на засаженных грядках, это не даст возможности попавшим в грунт семенам сорняков прорасти. Механический способ даже если дачник будет практиковать все перечисленные варианты, трава все равно будет появляться на участке. Свести к минимуму нашествия после механического воздействия поможет такое приспособление, как плоскорез. Несмотря на то, что срезает он сорняки в месте соединения стебля с корнем, благодаря процессу, растения ослабевают и хуже идут в рост. Если сделать несколько заходов с промежутками в неделю, реально победить зеленого агрессора. Начинать механическую борьбу с травой нужно заранее, до того, как участок займут культурные растения, а сорняки не успеют нарастить семена. Если трава будет досаждать весь вегетационный период, желательно проделать плоскорезом повторную обработку осенью, когда освободится территория от овощей. Химический способ огородники-новички часто задают вопрос, чем полить траву, чтоб она не росла, используя химические средства. Сразу следует оговориться, что подобные меры лучше применять в крайних случаях, так как химикаты имеют свойство накапливаться в почве. Поливать подобными средствами сорняки рекомендуется до того, как участок засадят культурами. Если использовать химию на посаженных грядках, то делать это необходимо на этапе, пока растения не дают цвет и не плодоносят. Гербициды подбирают, в зависимости от вида сорняков, подразделяются химикаты на два типа, контактные, уничтожают те части растения, на которые попало средство, системные, частично оказавшись на сорняке, препарат проникает во все его органы и полностью уничтожает, вместе с корневищем. Химический способ гербициды также классифицируют по спектру воздействия. Те, что обладают сплошным действием, применять на грядках нельзя, химикаты попутно уничтожат и культурные растения. Этот вариант подходит для стопроцентной очистки территории. Для борьбы с травой в междурядьях лучше применить гербициды избирательного действия, рассчитанные на уничтожение только сорняков. Среди средств борьбы с бурьяном пользуются популярностью следующие препараты, торнадо и антибурьян относятся к сильным гербицидам. Сплошного действия, агрокиллер, рекомендован для борщевика, пырея, хвоща, также поможет уничтожить нежелательные кустарники, раундоп. Эффективен при зачистке всей территории, но возможно применять препараты на междурядьях грядок, ураган можно использовать, как универсальное системное средство, весь вегетационный период, глифоз, безвреден для культурных растений, воздействуя только на синтез. Аминокислот всех без исключения сорных трав, лазурит, рассчитан на борьбу с лишней растительностью на помидорных грядках и картофельных полях, селитра аммиачная не только поможет выжечь бурьяны, но и станет хорошим удобрением для выращиваемых культур. Средство борьбы с бурьяном важно. Применяют гербициды на заросших травой участках, где механический способ бессилен. Если препарат не относится к средствам выборочного воздействия, то высаживать огород следует не ранее, чем через две недели после обработки участка. Опрыскивание сорняков химикатами проводят с соблюдением таких правил, на улице должна стоять безветренная погода, чтобы препарат не мог попасть на культурные растения, не проводится обработка, если предполагается дождь, тогда все старания пойдут на смарку, если невдалеке расположена пасека, подбор химикатов выполняют с особой тщательностью, чтобы не навредить насекомым. Важно! Собираясь опрыскать дачную территорию гербицидами, необходимо побеспокоиться о собственной защите, ведь основа каждого такого средства – ядохимикаты. Народные средства многие огородники стараются избегать агрохимии, стремясь вырастить экологически чистые продукты. Поэтому применяют исключительно народный рецепт обработки заросшей территории. Домашние средства борьбы с сорняками, на время избавиться от сорной травы реально, если поливать ее регулярно кипятком. Такой вариант лучше применять, когда подготавливают участок под перекопку, полив кипятком можно использовать и солевой раствор. Одна третья пачки на ведро воды, но это тоже временный вариант. К тому же обработанный таким способом участок долго останется непригодным для культивирования, отработанное автомобильное масло или солярка помогут полностью прекратить рост сорняков. Для этого территорию придется заливать несколько раз, но сажать огород на этом месте временно нельзя, хороший эффект дает столовой. Уксус 2 стакана разводят таким же количеством воды, добавляют 2 часа. Лист моющего средства для посуды и 30 грамм. Спирта, обратите внимание. Применяя кислотный домашний химикат против сорняков, следует взять во внимание, что он способен навредить и огородным культурам. Сжигают ненужную траву высококонцентрированным раствором соды, стараясь при этом не попадать на выращиваемые растения. Молодую траву можно побрызгать железным или медным купоросом 20%, а также каинитом. Через несколько таких процедур останется только удалить корневища сорняков, что можно сделать в процессе перекопки участка. Альтернативные варианты с сорной травой рекомендуется бороться и другими методами, позволяющими исключить химическое воздействие. При этом реально добиться 100% многоэффекта. Как избавиться от сорняков на территориях, где не планируется пока сажать культурные растения, можно выпасать домашних животных. Чем дольше они будут топтаться на этом месте, тем меньше травы там вырастет, в дальнейшем проще подготовить участки под грядки. Правда, поливать в данном случае зелень не стоит ни химикатами, ни народными средствами, чтобы не навредить скотине. Голландцы используют гусей и уток для «прополки» земляничных плантаций. Для этого территорию огораживают и запускают туда птицу, которая не повреждает клубнику и активно питается травой. Ухоженная дача не доставляет столько проблем, как заросшие участки. Но даже родивому хозяину приходится иногда решать вопрос, чем полить сорняки, чтобы не росли. Если есть возможность не пользоваться химическими средствами, их лучше игнорировать, чтобы земля не засорялась. Но если участковый надел обширен, то одними народными рецептами с дикой травой не управиться. Каждый хозяин подбирает методы борьбы, исходя из конкретных ситуаций.